Экологическая ситуация в стране и мире продолжает меняться. Аномальная жара, дефицит воды, засуха. Проблемы с каждым годом все ощущаются острее. По данным Международного энергетического агентства, глобальные выбросы СО2 от промышленных предприятий только в прошлом году выросли почти на 1%, хотя должны снижаться. Из-за глобальных изменений климата под угрозой проведения будущих зимних Олимпийских игр. Какие меры для борьбы с глобальным потеплением предлагают в Казахстане? Мнение экспертов выслушала Айсолья Байгазина. То, что стало в мире жарко, заметили во многих странах, включая Казахстан. Так, средняя глобальная температура в прошлом месяце предположительно стала самой высокой за последние 120 тысяч лет. Причина тому – рост концентрации парниковых газов в атмосфере, пишет служба новостей ООН. Изменение климата бьет и по водным ресурсам. Согласно отчету ООН, более 5 миллиардов человек в мире могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. Что касается краткосрочных прогнозов, то в этом месяце ожидается сильная засуха в ряде районов Костанайской, Октябинской и Казалардинской областей, прогнозирует Казгидромет. Чтобы решить проблемы, связанные с температурными изменениями, отечественные эксперты предлагают делать упор на расширение партнерства с зарубежными специалистами. Думаю, лучше работать с партнерами из Европы, потому что у них очень большой сельский потенциал есть, у них база очень крепкая по именно изучению climate change. Это двусторонние договора, международные меморандумы, это обмен опытом наших специалистов. Что касается возобновляемых источников энергии, то их доля от общего энергобаланса Казахстана в 2022 составила чуть ниже 5%. За год прирост составил почти 2%. Наибольший объем электроэнергии в стране вырабатывают ветровые электростанции, пишет аналитический портал EnergyProm. Делать ставку на ВИА, которые могли бы стать для республики не только доминирующими источниками энергии, но и важной статьей экспорта, ранее предложили аналитики Всемирного банка. Как уверяет региональный директор организации по Центральной Азии Татьяна Парскурякова, Казахстан создал солидную базу для решения проблемы изменения климата. Однако стране нужно ставить перед собой гораздо более амбициозные экономические задачи и осуществлять конкретные меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. Хорошо проработанные программы в водном и сельском хозяйстве, а также в сфере декарбонизации энергетического сектора могут послужить основой для расширения экономической базы. Газ, он все равно когда-нибудь закончится. То есть у нас есть запасы приблизительно до 2100 года, как я знаю. И в Казахстане есть большой потенциал лесной. То есть мы можем вырабатывать древесные гранулы. И зольность их составляет всего 5-7 процентов, если связывать ее с углем. То есть уголь еще больше вреда наносит. Между тем, наша страна намерена до 2060 года достичь углерода нейтральности. Казахстан присоединился и к Парижскому соглашению по климату. Цель документа – не допустить увеличения температуры на планете более чем на 2 градуса Цельсия. Какие шаги в этом направлении будут предприниматься, покажет время.